Выстава «Мостаков Могилёшины» в образе натхнения открылась в выставочной зале Музея истории Могилёва. Это 100-годовый огляд работу деликов областной организации Белорусского союза «Мостаков» – живопису, графики, скульптуры и керамики. Однако селетняя выстава еще означает важный для областного центра культурный юбилей. Выставочная зала в Могилёве исполнилась 55 годов, и эту дату саправды варта отзначать. Потому что это творческое пространство дает возможность нашим художникам и скульпторам выставляться, показывать свое творчество всем нашим горожанам и в то же время нести образовательную функцию нашим детям, которые учатся в детских школах искусств, в общеобразовательных школах. Фотосдымки Ирины Савусиной и ее коллег показывают, как развивалась выставочная зала. От старых черно-белых выявлений до еще недавних культурных подей Могилёва. Состоялось порядка 700 проектов. Это больше тысячи авторов и десятки тысяч посетителей. Понятно, что выросло уже несколько поколений в этом зале. Здесь самая разновразная была география, самые разновразные жанры. Люди культуры закликают горожан, как бы не развивались гаджеты и виртуальная мостовская простора. Приходят в выставочную залу, как взносится с мостаками и знакомятся с их творами. Небыто отгукнувшись на это, шмат людей пришло на открытие выставы. Могилёвская областная организация Союза мостаков Беларуси – самая невеликая в Украине. Але наши мостаки працуют саправды натхненно. А здесь мы бачим, что они вельми цельные, вельми гучные. Кожный мае свою мову, свой неповторный стиль и глубину. Наше счастье быть розными. Мы робим тое, что хочем. И в этом мы розные, в этом мы цікавые, в этом мы познавальные. И тому наповно так и цікавое сегодня отрималось. У выставы брали удел мостаки из региона – Крычева и Бялынича. Усе працы вельми розные. От котов на даху Ленины Сиваковой до авангардных прац Игоря Беспалова. От смачных натюрмортал Бориса Первунинский до пяшчотных картин Оксаны Юдакименко. Название этой выставки – образы, которые вдохновляют. И весь этот год меня вдохновляла моя маленькая дочка. Я думаю, она будет меня вдохновлять на протяжении всей моей жизни. И, как сказал египетский мастак Ибрагим Газала, який стал гостем выставы. Люди не могут жить без мастацтва, потому что все, что навокал нас – это и есть мастацтва. И образы натхнения варто побачить на своей очи. Илона Иванова, Александр Тарасов. Новины регионов.